Привет, друзья! Сегодня мы с вами сделаем невероятный бекон. По английскому рецепту это будет сыровяленый и копченый в домашних условиях. Вы уже видели мое видео, каким образом в домашних условиях на балконе у себя покоптить мясо рыбу. Очень удобно и просто. Итак, что нам нужно? Конечно же, нам нужно хорошего качества, свежий подчеревок. Вот такой вот бекончик с хорошими прослойками мяса. Сильно жирный не покупайте, потому что мы же с вами будем и делать именно бекон. А бекон он всегда именно мясной. Для того, чтобы засолить этот бекон, нам потребуется 3 процента соли от веса мяса. Если у меня 1 килограмм подчеревка, 1 килограмм бачка, соответственно, это будет 30 грамм соли. 3 процента. 15 грамм я возьму каменную соль, предназначенную для посола или же морскую и возьмем 15 грамм нитритной соленой смеси. В нитритной соленой смеси всего лишь 0,5-0,6 процента нитрита натрия. Это совершенно безопасный продукт. Я уже много раз говорил, для того, чтобы не пересолить свой будущий продукт, обязательно имейте весы. Не нужно взвешивать соль на глаз. Только весы вам дадут правильный результат, и вы будете придерживаться рецептуры. 15 грамм соли. 15 грамм это соленая смесь с нитритом натрия. В итоге у нас должно с вами получится 30 грамм. Все, вот этого достаточно. Все нам нужен нитрит натрия. Во-первых, для того, чтобы наш бекон был розовый, для того, чтобы мы видели вот тот самый привычный для нас цвет бекона. Второй момент. Нитритная соль угнетает развитие палочек ботулизма. Поэтому использование нитритной соли, в общем-то, даже и полезно для нас. Наше мясо засолено. Закрыли пленочкой. Обязательно маркером поставьте число, с которого вы начали посол. И отправляем в холодильник на 7 дней. Я вам рекомендую каждые два дня мясо переворачивать, для того, чтобы оно равномерно просолилось. Ну что, увидимся через 7 дней. Прошло 7 дней, бекон хорошо просолился. Давайте дальше будем с ним работать. Отлично. Все пахнет. Очень важный момент. Когда вы планируете засолить сало или сделать кого-то, как я, сыровяленый сырокопченый бекон, мясо должно быть очень свежим. Если хоть какой-то есть запах, не нужно его использовать, потому что все-таки наш продукт не будет проходить термическую обработку. Я напомню, что мы с вами делаем бекон в английском стиле. Они обычно свой бекон после того, как он прошел процесс засаливания, моют в стауте, то есть в черном пиве. Я также его помою в черном пиве. В среднем где-то стакан. И прям хорошенечко-хорошенечко смываем всю соль, потому что он все-таки у нас с вами неделю лежал и хорошо просолился. Помните, я в прошлом видео говорил, что существует несколько вариантов мытья. Просто водой, в вине и в пиве. Просто водой мыть, это как-то, знаете, неинтересно, слишком просто. Если вы смотрели наше видео с варенокопченым беконом, мы его готовили по итальянскому стилю и мыли его в вине. Этот бекон у нас будет с вами сыровяленый, сырокопченый, поэтому мы его сделаем в классическом английском стиле. Пиво придаст нашему продукту такой, вы знаете, медовый привкус. Я делаю отверстие в нашем беконе в коже для того, чтобы продеть веревочку и повесить его сушиться. Пусть пока отдохнет. А мы с вами подготовим набор специй. Нам нужна с вами полная столовая ложка перцев. Здесь у меня черный, красный, белый, зеленый. Несколько зерен можжевельника. Ну, думаю, что штук шесть достаточно будет. Давайте помолим все это в ступке. Можжевельник повсеместно используется в Англии. Вы же знаете, что из можжевельника делается знаменитый английский джин. Нам также понадобится пол чайной ложки перца чили. Давайте все это смешаем. И вот этой вот острой смесью мы с вами сейчас покроем беконом. В настоящий момент он у нас с вами влажный после мытья в пиве. И специи должны очень хорошо к нему прилипнуть. Мы вешаем наш бекон на двое суток при комнатной температуре, чтобы он подсушился. Не забудьте подставить какую-нибудь емкость, потому что с него будет стекать лишняя влага. Ну, увидимся через двое суток. Прошло двое суток. Вот посмотрите, как у нас бекон подсушился. Достаточно плотный за два дня. Ну что, время его коптить. Коптить мы его будем в течение 8-10 часов. После того, как мы закончим коптение, через 10 часов. Мы дадим ему 12 часов отдохнуть. О этой конструкции я уже говорил ранее. Вот я сейчас вам показываю ссылочку. Зайдите, посмотрите, каким образом сделать в домашних условиях подобное устройство. Так, чтобы вы могли покоптить свою рыбку, мяско, колбаску спокойненько на балконе. Вот пошла история наша. Ложим бекон, закрываем крышечкой, открываем поддувало. Все, готово. Пришло время открывать наш бекон. Давайте подведем итог, сколько заняло у нас времени, чтобы его посолить. 7 дней мы с вами его солили. Два дня мы его при комнатной температуре сушили. Затем я его коптил 10, где-то 12 часов. После этого он у меня при комнатной температуре отдыхал еще ночь. Когда он отдохнул, я его завернул в пергаментную бумагу и на сутки отправил в холодильник. В итоге у нас с вами получается 11 дней. Ну что, давайте откроем и посмотрим. Ай-яй-яй, ну как же красиво! Запах какой сумасшедший! Какой запах! Посмотрите, цвет прелести. У нас с вами он получился сыровяленый и копченый. Ну вот, какой прекрасный цвет! Выглядит, как и должен выглядеть бекон. Сейчас я его продегустирую. Очень хороший вкус. Хорошо просоленный, но не пересоленный. Настоящий английский бекон. Ну, может быть и русский бекон. Неважно, в принципе, хороший вкусный бекон. Самое главное, ребята, что, сделав такой бекон, вы сэкономите как минимум 2-3 раза, относительно той цены, которую вы покупаете у себя в супермаркетах. Потому что вот такой вот бекон, вот подчеревок, он ведь недорого стоит. Засолить его, подождать 11 дней и вы получите прекрасный вкус, без всякого жидкого дыма, без всяких дополнительных ешек. Все очень вкусно и здорово! Следующий момент. Нам теперь нужно сделать эксперимент и убедиться, что этот бекон соответствует имени бекон. То есть, каким образом мы с вами его будем жарить? С яичницей, или же с бургером, или же вообще просто-напросто бекон, как он должен выглядеть? Хрустящий, красивый. Вот сейчас мы с вами его пожарим. Сделаем эксперимент на сковородке и в духовке. Невозможно просто оторваться. Прекрасно. Ставим в духовку. 200 градусов. Ну вот, видите, он уже скручивается так, как обычно делает бекон. Вот это нам и нужно было увидеть. Так, ну вот, смотрите-ка. Вот это у нас с вами сковородки. Выглядит великолепно. Вот то, что и нужно. Да. Это у нас духовка. Ну что, давайте продегустируем. Слушай, это бекон. Сто процентов вкуснейший. Нереально вкусный бекон. Ммм. Хрустит вкус, какой и должен быть у бекона. Ммм. Изумительно. Просто. Недорого. 11 дней всего лишь. Но вы получаете невероятное, прекрасный продукт. Надеюсь, что это видео вам понравилось, было полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будет еще очень много всего интересного. Обещаю и гарантирую. Увидимся в следующий раз. Пока.